синяя бутылка васту коррекция привет друзья с вами канал арт васту и сегодня мы поговорим с вами про такой способ коррекции западного сектора как синяя бутылка я решила снять несколько видео про ритуалы для разных секторов и мы начнем с коррекции западного сектора что мы будем корректировать этой синей бутылкой кроме дефектов запада которые есть в нашем васту пространстве в нашем доме в нашей квартире все дефекты которые есть у нас в западном секторе вы можете также дополнительно использовать синюю бутылку но не забывайте что утяжеление секторов оттока обязательно при проблемах в западном секторе это обязательно в дополнение к этому вы можете сделать синюю бутылку и давайте посмотрим что же она у нас корректирует все виды отношений отношения на работе с начальником подчиненными коллегами партнерами по бизнесу и так далее личные отношения в семье с мужем детьми и родителями родственниками подругами и друзьями все личные отношения и отношения с государством налоговой управляющей компании прочее проблемы в данных как бы сферах отношениях могут привести к судам вы это знаете и суды в том числе а по любому вопросу также корректируются этой бутылкой как и другими корректорами западного сектора не забывайте пожалуйста про утяжеление секторов оттока если вам нужно утяжелить и скорректировать запад не забывайте что юго-запад юг и юго-восток мы корректируем по формуле посмотрите другие мои видео если не смотрели еще что же нам понадобится для того чтобы сделать этот корректор а нам с вами понадобится синяя бутылка из синего стекла пластик не подойдет желательно чтобы это было прям синее стекло но также если вы ничего не найдете вы можете покрасить стеклянную бутылку синей краской в принципе так тоже будет работать иногда продаются некоторые бутылки с как бы пленочка на них как будто бы краска как будто их уже покрасили на производстве как я понимаю лучше именно синее стекло но если у вас нет возможности добыть синее стекло там где вы живете пожалуйста можете сами покрасить в синий цвет можете купить уже покрашены главное чтобы не пластик нам понадобится крышка потому что бутылку нужно будет хранить потом закрытый мнение на этот счет расходятся я первую свою бутылку просто затыкал бумажной салфеткой потом я почитала что крышка ну в общем крышкой удобнее крышкой конечно же удобнее в хозяйстве и нам понадобится семь гвоздей гвозди на картинке для тех девочек кто давно не видел гвозди может быть никогда не видел чтобы вы не пытались купить саморезы или что-то еще гвозди нужны большие от 12 сантиметров я слышала по первым источником 10 сантиметров а потом слышал 12 потом слышал 15 в данном случае у меня представлено гвозди 12 сантиметров вот эта бутылка обычная из-под вина говорят вино молоко любимой женщины продается в любом магазине гвозди гвозди подлиннее это 12 сантиметров гвозди покороче это 10 сантиметров в прошлый раз я делаю с 10 сантиметровыми в этот раз я купил гвозди 12 сантиметров можно наверное в принципе 15 для такой бутылки но учтите если у вас бутылка будет маленькая то маленькая по высоте то возможно вам придется купить гвозди десятки 10 сантиметров это такой нюанс чтобы вы имели его в виду двигаемся дальше что нам еще понадобится нам понадобится масло в данном случае я буду использовать пять видов масел но здесь также у разных вас ту экспертов мнение расходится кто-то говорит 7 нужно 7 это сакральное число для западного сектора поэтому я соглашусь что 7 масел было бы круто классно но у меня всего 5 5 тоже хорошо 5 назначают для синей бутылки в этот сектор это тоже хорошо также если вы делаете первый раз и вам тяжеловато запасаться маслом и все это делать ресурсов на это все не хватает тогда мы за основу берем а единственное масло кунжутное кунжутное масло для такой бутылки вы покупаете его 500 миллилитров и его вам хватит чтобы заполнить эту бутылку на нужный нам объем поэтому если вам нужно вот попроще то берите одно кунжутное она для этого для этой коррекции очень хорошо и если нужно из масел выбирать то лучше всего взять его к нему подходят все остальные любые масла в данном случае я купила льняное масло масло горчичное и вот это кунжутное три масла я купила и два масла я взяла из холодильника два обычных подсолнечных масла у меня было в холодильнике я их тоже здесь использую вот значит по маслам я вас прошу не заморачивайтесь не надо убиваться на этом это коррекция она призвана для определенных задач если вы будете очень сильно загоняться то в итоге к саму коррекцию то вы не сделаете она останется на стадии проекта а у нас задача вообще задача всего моего канала и вообще всего знания что я несу и передаю людям чтобы вы именно практиковали именно внедряли дальше двигаемся что очень важно очень очень важно в любой коррекции тем более коррекция западного сектора во первых нужно почистить артефакты если в бутылке было вино или она к вам как-то попала но в любом случае она к вам как-то попала ее нужно как минимум помыть водой с каким-то средством это наше обычное как бы очищение водой если в ней было что-то вы сомневаетесь или там вы как-то против алкоголя и к вам эта бутылка попала вы используете хоть негатив и можете замочить ее в воде с солью соль тоже хорошо очищает и выдержать там ее не знаю ночь например или сутки ну залить ее водой солью и как-то ее чем-то тяжелым накрыть чтобы она там или в нее залить поставить потом это все вылез прополоскать или ее в какой-то тазик и чем сверху закрыть чтобы она не всплывала вот такие варианты сами артефакты почистить но масло очистить я конечно вам не предлагаю хотя у меня здесь на фотографии все выглядит так как будто я чищу масло на самом деле я чищу бутылку и гвозди я чищу их здесь свечой и чищу здесь конусом гвозди я не мыла скажу сразу металл нельзя мыть вот если сильно они у вас придут в масле вытрите их салфетками бумажными вот огонь очищает прекрасно конус очищает прекрасно это что касается очищение самих артефактов я сейчас проговорила конусы кстати можно приобрести у меня это конусы собственного производства производит моя хорошая знакомая это я проговорила как очистить артефакты то есть бутылку гвозди теперь я вам расскажу техника безопасности как почистить дом нужно почистить дом или квартиру провести очищение пятью элементами видео у меня на канале есть пожалуйста перейдите посмотрите это важно перед серьезной важной коррекции запада также можно почистить конусами дом видео также есть это быстрее чем пятью элементами тоже работает и также мы зажигаем волшебную микстуру в юго-восточном секторе перед коррекцией или во время коррекции там уж как у вас получится или после коррекции если вы совсем не успели да хочу сказать вот эти три момента они важны они смягчают турбулентность после коррекции после коррекции энергии которая двигалась против часовой стрелки начинает стремиться выровняться и начать двигаться по часовой стрелке как нам нужно в этот момент возможна турбулентность это могут быть какие-то заболевания какие-то болячки могут вылезть это может быть что-то с настроением это может быть апатия или гнев или наоборот нежелание что-либо делать сонливость мысли путаются это может быть как угодно проявляться чтобы это все смягчить мы делаем эту технику безопасности и желательно это сделать до коррекции также вы можете это сделать например вечером этого же дня вы можете это сделать также на следующий день и еще на следующий день вы можете вообще несколько дней до этого делать в этот день И после этого делать несколько дней Тогда ваши коррекции максимально мягко будут внедряться И меньше вам доставлять дискомфортно И вы меньше будете мне писать Даша, у нас то, у нас все Чем серьезнее вы подойдете к этому вопросу Я специально здесь вывела специальный слайд Тем мягче пройдут ваши коррекции Без косяков, понимаете? У вас все мягенько пройдет И вам не нужно будет дергаться по этому поводу Потому что энергия по щелчку за секунды не может перестроиться Ей нужно определенное время Ей нужно помотыляться И это мотыляние мы очень ощущаем всем своим телом Очень ощущаем Поэтому, пожалуйста, техника безопасности отнесите серьезно Волшебную микстуру хотя бы один раз перед коррекцией в этот день сделайте Хотя бы один раз Вот это можно накануне и после Волшебную микстуру тоже можно Но хотя бы один раз ее сделайте Потому что очень важно Задобрить божеств в юго-восточном секторе Перед любой серьезной коррекцией Пожалуйста, я вас очень прошу Как сделать волшебную микстуру? У меня есть отдельное видео Двигаемся дальше Как мы кладем гвозди в бутылку Самый важный вопрос И тоже существует множество мнений И все, в принципе, мнения Оба мнения Они имеют под собой определенные какие-то Ну, я бы сказала, что Уверенно все звучит В данном случае я положила шляпками вниз И специально вам сфоткала Чтобы вы видели Почему? Как размещение килоков Килоки это определенный способ коррекции Они размещаются острием вверх В стену Я про них еще видео не снимала Но по этому же принципу Я считаю, нужно складывать гвозди Но также говорят, что Когда-то забивали в порог дома Большой гвоздь Вниз, соответственно, острием Шляпкой вверх Тоже отгонять негатив На защиту как-то его забивали Поэтому, если вы чувствуете Прям, что вам надо Или вы где-то слышали, поверили И вам хочется вниз Острием вверх шляпкой Размещайте, как вы чувствуете Здесь я, как и спирали, считаю Если вы считаете, что Спираль должна крутиться По часовой И тогда она вам распространяет Положительные вибрации Закладывайте по часовой Если вы считаете, что она должна Крутиться против часовой Выгоняя какие-то вибрации И переделывая энергию С против часовой на по часовой Закладывайте против часовой И в разных школах говорят по-разному А в одной школе говорят Кладите через одну Поэтому здесь я считаю Такой же принцип, что Оба варианта Гвоздями туда, острием туда, острием сюда Оба варианта будут работать Поэтому кладите, как чувствуете Я вам здесь показала, как я положила Шляпками вниз Я решила, что так будет правильно Потом заливаем в бутылку масло В любой последовательности Как вам удобно По разным источникам Масло в бутылке должно получиться Либо три четверти Либо две трети У меня здесь две трети Уровень, как у меня в бутылке Это как раз вам показывает Сколько у вас будет масла Если вы зальете В эту бутылку с под вина 500 миллилитров масла То есть, если вы туда добавите Еще каких-то масел Которые вы дома нашли В холодильнике То у вас будет Как раз на три четверти Главное, чтобы масло Закрыло гвозди На сколько-то На сколько-нибудь сантиметров Вот Это самый главный принцип Там вы вымеряете Сантиметром Мне бегать тут не надо Я за практическое васту Пожалуйста, девочки, спокойно Наливаем на глазок Примерно две трети Или три четверти от бутылки Крышечку не забудьте У меня крышка маловато Оказалось В итоге Поэтому я намотала туда Бумажную салфетку И заткнулась бумажной салфеткой Значит, проводим весь этот ритуал Мы в субботу В день Сатурна Проводим мы его желательно с утра Где-то считается, что до восьми утра Где-то считается до семи утра Я вас умоляю Давайте Если вы Как это сказать Совы И вы не можете встать Рано Встаньте на час раньше Чем вы обычно встаете Или на полтора На сколько-то раньше Чтобы у вас все-таки было Некоторое Уважение к Сатурну То есть нарушите свой график Но понятно Не на то время Как встают жаворонки Я встаю, например, в шесть утра Я вас не заставляю вставать в шесть утра Чтобы сделать этот ритуал В этот ритуал вы должны быть В этот момент Вы должны быть В хорошем настроении Состоянии духа и тела И если вы в этот момент будете страдать Я думаю, он будет не очень хорошо Поэтому К этому моменту Что делать его рано утром нужно Я отношусь сейчас, сказать, немножко так Кто может делать И кто не может Делайте позже Главное, что вы его делаете Вы его делаете не ночью Ночью мы стараемся коррекции не делать И вот мы, значит, сделали бутылку Закрыли ее крышкой И мы должны эту бутылку разместить В западном секторе своего дома Или квартиры на полу Или как можно ближе к полу То есть на верхнюю полку шкафа Мы ее не ставим Мы стараемся поставить ее ниже Потому что все коррекции у нас Лучше работают именно на полу И еще хочу рассказать Очень важный момент Что делать с этой бутылкой И опровергнуть один миф В некоторых школах Эту бутылку закладывают Как на исполнение желаний Это не совсем верно Для этой бутылки Но если вы из направлений По нашей Как мы там выбирали Виды отношений Понимаете, что у вас все проблемы на работе Или все проблемы в личном Или у вас все проблемы с государством То примерно на эту проблему Вы бутылкой будете делать То есть ваше намерение Будет именно на эту проблему Вот Но также сильно на эту тему Не загоняйтесь Потому что Васту Это вам не какой-нибудь приворот Любимого Хочу так, что вот именно этот человек Меня любил Нет Васту Нам создает гармонию Для нас Мы не всегда знаем Как для нас нужно Васту нам в этом помогает Поэтому Сильно там Проговаривать свое желание И вот так на него прям загоняться Не нужно То есть если у вас есть какая-то Вот связанная с отношениями Проблема Вот Вы ее можете так в общих чертах Как бы вот это направление Для себя обозначить Но опять же повторюсь Не загоняйтесь Дальше Что делать с этой бутылкой потом Вот она простояла Например год Вот у вас уже там Все наладилось Говорят, что оставляете Но А как же переезд Вот если переезд И даже пространство сменилось И отношения уже сменились И уже как бы все по-другому Вот у меня прошло примерно Наверное два года Или чуть больше чем два года Что я заложила свою бутылку И уже как бы все изменилось Очень сильно И плюс переезд Я поняла, что бутылку нужно перезаложить Я это прям почувствовала Что делать Как ее утилизировать Как вообще к этому подойти Если вы почувствовали Я больше все-таки за чувствование То есть если вы чувствуете Что можно бутылку разобрать Разбираем и перезакладываем Вот Что сделала я Я пошла в парк Нашла там какое-то безлюдное место Вылила масло в сугроб со снегом Вытряхнула гвозди Гвозди собрала, чтобы выбросить их в мусор Масло притоптала, прикопала Чтобы его там никто не унюхал И никто там не нализал все этого масла Хотя животные, кстати, умеют перерабатывать такие вещи То есть это тоже не страшно Это мы не какую-то отраву выливаем Если это лето, то, конечно, мы где-то под деревом В землю выливаем и закапываем В идеале прикапываем, конечно же, чем-то Потому что запах масла очень вкусный был Хоть он там простоял два года В нем гвозди лежали Очень все вкусно пахло и прекрасно Вот, чтобы не приманить каких-нибудь животных Которые налижутся Я думаю, что лучше, конечно, прикопать В воду выливать я бы не стала Как-то все-таки это не очень Вот в землю хорошо Я надеюсь, что снег растает И мое масло дойдет как бы до уровня земли И все будет хорошо Гвозди я выбросила Соответственно, бутылку я принесла домой Помыл ее, почистила И заново я ее использую Это мой способ Вы можете делать, как вы чувствуете Выкидывать бутылку, создавать Тем более с наполнением Выкидывать ее куда-то в мусор Чтобы она там треснула Все это масло потекло Мне как-то это как-то слишком Закопать ее где-то в землю Тоже, я не знаю, если бы я где-то там В лес куда-то когда-то ходила бы И с лопатой И далеко от людей И все такое Возможно, что вариант Если вы почувствуете Что прийти с бутылкой в лес Выкопать ямку приличную Закопать все хорошо Утрамбовать бутылку Вместе с содержимым Может быть Но мне кажется, что все-таки Надо расформировать это дело Перед тем, как вот Утилизировать в землю В стекле я не вижу никакой проблемы Вообще это не на очищение ритуал Поэтому наша бутылка Она как бы не впитывает негатив Вот он гармонизирует Как-то, мне кажется, по-другому Эти все энергии В общем, я вам рассказала все моменты Надеюсь, ничего не забыла Если я что-то забыла Пожалуйста, пишите в комментариях Мы с вами обсудим И добавим Если чего-то я Какой-то момент, если я упустила Обязательно с вами обсудим Друзья, подписывайтесь на мой канал Если еще не подписаны Переходите на Бусти Подписывайтесь на Бусти Там можно задать бесплатно вопросы Прикрепив свою Васту-карту А с вами был канал Арт Васту И увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok